Всем доброго вечера, субботний вечер, выходные. Так, смотрю, что здесь уже пошел обмен погодой. Всем-всем привет, друзья, всем уважаемые партнеры, наши замечательные партнеры, наши новички. Ну, возможно, даже у нас сегодня есть гости. У нас по плану, друзья, каждую субботу такие встречи, но не всегда получается всем собраться. Но, тем не менее, сегодня мы решили все-таки организовать встречу, поработать, пообсуждать, поделиться опытом. И цель наших субботних мероприятий, друзья, это, так скажем, выяснение каких-то сложных ситуаций, обмен, опять же, да, кто у кого как решает какие вопросы. И каждый партнер, у которых есть уже какие-то результаты, он делится своими эмоциями, своими действиями, как у него получается, что у него получается. То есть мы никогда не жадничаем, мы рассказываем все, у кого какие есть наработки, у кого какие есть интересности. Ребят, поставьте, пожалуйста, звук, проверим звук от 1 до 10 и напишите, пожалуйста, есть ли новички у нас, те партнеры, которые только-только вот пришли к нам в команду. Пятерочки те, пожалуйста, поставьте. Меня зовут Евгения Каневега, я являюсь лидером нашей супер замечательной, супер классной, и хочу сказать, друзья, самой мега активной команды, не побоюсь этого слова, потому что, если я это говорю, значит, я это знаю на все 100%. Я всех вас приветствую, друзья, я каждому искренне рада и новым партнерам, и старым нашим партнерам, и лидерам, и не лидерам, неважно. Мы все здесь вместе, мы все двигаемся, каждый к своей цели. Но, собственно говоря, мы все объединены одним, мы все хотим достойно жить, хорошо зарабатывать. Есть у нас новички, вот, пожалуйста, Надежда, Надежда, так, секунду, Денис, я приветствую, друзья, Марина, приветствую вас, конечно же, отдельно, наши новые партнеры. Сразу хочу сказать, те новички, которые только-только к нам присоединились, в первую очередь, что вам нужно сделать, это, конечно же, ознакомиться с расписанием наших мероприятий. Каждый день, четыре раза в день у нас проходят вебинары, каждый день, кроме субботы и воскресенья, у нас проходят брифинги командные, которых мы также приглашаем гостей, новичков, и рассказываем не только о компании, мы рассказываем о тех стратегиях, которые мы применяем в нашей команде. Кроме этого, друзья, у нас каждый день с понедельника по пятницу проходит обучение практическое, это программа «Штурм для новичков», и также у нас проходит обучение заочное. По школе «Реддар» вы можете оставить заявку, попросить у своего спонсора и заочно также еще проходить обучение. Это обучение предусмотрено для пользователей, совсем слабо знающих, например, компьютер. Элементарным действием обучают наша замечательная Светлана Шаховская, то есть через e-mail почту. Все задания вы будете получать через e-mail почту, выполняете их, отправляете ответы, и в отдельном чате вы уже можете решать какие-то ваши вопросы, ваши проблемы, которые у вас не получились. Я еще раз приветствую всех, кто к нам еще присоединился, потому что я вижу, что участников добавилось. И хочу сегодняшнюю нашу встречу, ребят, провести вот в таком контексте. Но я не буду сегодня много говорить, я думаю, что вы меня и так каждый день видите, каждый день слышите на вебинарах. Хочется все-таки, чтобы говорили новые люди, делились опытом, новые лидеры, новые партнеры, даже новички, которые только пришли в бизнес. Достаточно несколько минут, чтобы вы показали, друзья, нам свои эмоции, чтобы вы рассказали, почему же именно вы пришли в бизнес, почему именно в компанию Redox, почему именно в нашу команду. Учитесь говорить вот в таком, в нашем тесном кругу, в нашем командном вот таком вот сборе, это сделать гораздо легче, потому что, когда вы остаетесь один на один, конечно, это для вас кажется очень сложным. Но, тем не менее, для этого мы как раз и собираемся. Ребята, теперь хочу спросить у вас. Последнее время столкнулась с такими моментами, что многие люди, многие партнеры обращаются ко мне и говорят, что Женя, у меня что-то, видите, я делаю не так, что-то у меня не получается. Здесь у меня не клеится, тут у меня ступор. И поэтому вот такой вот сегодня сделаем пробный такой вот вариант. Я хочу у вас спросить, друзья, что нужно для того, чтобы получить результат, что нужно для того, чтобы получить успех. Напишите, пожалуйста, в чате свое мнение, как добиться успеха, как получить результат, что для этого нужно делать. Потому что работа абсолютно любого человека, который развивается в сетевом маркетинге, это одно и то же, это одно и то же действие. Я хочу, чтобы вы дали обратную связь, чтобы я видела, что у вас какие есть мысли. Обратный отклик, пожалуйста, напишите в чат, да, потому что очень важно. Так, учиться и действовать, работать, не опускать руки, работать над своими ошибками. Каждодневные действия, это обязательно супер. Друзья, учиться, обучаться и работать. Вы все правильно пишете, вы все правильно и верно пишете. Я всегда, вот, знать маркетинг в первую линию, приглашать только активных. Слушать и вникать, получать знания, применять. Надо учиться делать то, что говорит спонсор, обучать. Здорово, друзья, все пишете все правильно. Но, смотрите, когда я начинаю разговаривать с новичками, я всегда акцентирую внимание на то, что работа абсолютно любого человека, который приходит в бизнес, вообще не важно, на земле, в интернете, в сетевой бизнес. Мы, когда приходим, наша основная работа, ребята, это просто давать информацию. Очень многие начинают себе накручивать, какие-то придумывать сложности. Приветствую, Марина. Смотрите, наша работа, ребята, это только давать информацию. Наша задача проинформировать огромное количество людей. Смотрите, что происходит. Когда мы даем информацию, у нас включается в работу закон больших чисел. И основываясь на этом законе, мы начинаем фильтровать всех людей, которых мы информируем. Мы не должны даже думать о том, какое решение примет человек. Мы не должны думать за человека ни в коем случае. Мы ни в коем случае не можем за него решать. Наша задача предоставить информацию. И человек, рассмотрев вашу информацию, он сам самостоятельно в любом случае принимает решение, нужно ему это или не нужно. А, естественно, наша задача выяснить, нужно ли вообще человеку сегодня зарабатывать деньги. Может быть, для него эта тема вообще не актуальна. У него может быть дома горы денег, и его эта тема не интересует вообще. Он живет прекрасно, чувствует себя в достатке. И если вы изначально выясняете, что нужна ли вам сегодня возможность хорошего заработка, тогда только, ребята, мы начинаем давать информацию. И после вот этого момента возникает самое сложное у многих. То есть у меня не получается. Почему не получается? По одной простой причине. Потому что вы даете информацию маленькому количеству людей. Если вы будете знать, как работает закон больших чисел, вы сами для себя сможете вывести ту статистику ваших действий, которые вам нужно совершать ежедневно. Закон больших чисел, представьте себе, вы дали информацию тысячу людям. Из тысячи людей только 300 откликнутся на вашу информацию. Только 30 рассмотрят ее, и только 3 станут вашими партнерами. Представляете, как работает закон больших чисел? Если вы, конечно же, в день даете информацию 3 или 5 людям, у вас не будет результата. Поверьте, только опираясь на закон больших чисел, можно получить результат. Ежедневно в день 100 контактов. От 50 до 100. Я понимаю, что новичкам это будет, возможно, сложно на первом этапе. Но от 50 контактов в день, это та цифра, которая даст вам эффект. Это та цифра, которая даст вам новых партнеров. Если 100 контактов в день обрабатываете, вы даете информацию, соответственно, не все у вас в этот же день откликаются. Кто-то начинает, вы получаете отклик на следующий день, кто-то зайдет к себе в социальные сети через 2-3 дня, увидит, да, то, что вы начинаете какое-то касание, взаимодействие, откликнется человек. Но когда вы эту работу делаете ежедневно, вот этот вот снежный ком, он крутится, 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 и в конце концов, он превращается в огромный уже комок, и это вот этот механизм, который вы, по сути, запустили. И те люди, которые за вами наблюдают, они, естественно, что делают? Они смотрят, что человек настойчив в своих действиях, человек последовательный, он не сворачивает с пути, он развивается в одной компании, он постоянно дает какую-то полезную информацию, он постоянно делится какими-то новостями, чеками, результатами, новичками. То есть, понимаете, люди в социальных сетях – это холодный рынок, и они за вами будут наблюдать, они будут следить за каждым вашим действием, и только когда вы покажете, что вы постоянно в своих целях, что вы постоянно в своей работе, тогда люди начинают созревать, вы их доводите до уровня созревания. И, конечно же, они начинают к вам обращаться. Так вот, друзья, первое, что нам нужно делать для того, чтобы получить результат, это не делать бесполезных действий. То есть, изначально мы выясняем, нужно ли вообще человеку, нужна ли ему та информация, та возможность, благодаря которой он сможет сегодня зарабатывать деньги, приумножать свои доходы, увеличивать свои какие-то капиталы, увеличивать свои инвестиции. Вообще, актуально ли для него вообще вот это вот направление. Если человек говорит, что «да, мне интересна возможность, мне сегодня нужны деньги», второй этап – мы даем информацию. В каком варианте мы ее даем? Мы выводим на спонсора, мы разговариваем сами, мы приглашаем на вебинар, мы приглашаем на ежедневные брифинги командные, и мы даем видеоинформацию. Пять вариантов. Пять. Из пяти вариантов вы можете сами предложить человеку, с каким вариантом ему будет интереснее ознакомиться, по какому пути пойти. То есть, возможно, человек, возможно, человек будет бояться выходить на скайп, но он хочет получить информацию. Попросите у него электронную почту, пригласите его на вебинар, предложите ему посмотреть видеоматериал. Никогда человек не откажется, если он изначально сказал вам «да, мне нужны деньги, мне это интересно», он никогда не откажется от вашей информации. Ваша задача здесь лавировать и выбрать тот путь, который будет удобен не вам, не мне, не вам, а именно тому человеку, каким образом ему будет наиболее комфортно ознакомиться с вашей информацией. После того, как вы дали информацию, друзья, все, ваша миссия, собственно говоря, на этом закончена, потому что человек сам принимает решение. Затем вы только можете спросить, что готовы ли вы выйти со мной на диалог в скайпе. Обязательно мы выводим скайп, потому что если человек заинтересовался, он вам говорит «да, мне понравилась информация, она меня заинтересовала», вы говорите «я предлагаю вам встретиться в скайпе, в живой онлайн, так скажем, диалоге. Я вам помогу стартовать в бизнесе». Человека обязательно нужно пригласить на скайп. Если он не идет на скайп, друзья, это не ваш человек, он не будет работать, потому что он боится общаться, он боится выйти на какой-то контакт. И, естественно, что происходит? Вы просто тратите свое время. Вот если вы после второго пункта, после того, как вы дали информацию, обратились, рассмотрели ли вы мое предложение, что вам понравилось, какие у вас остались вопросы, я предлагаю вам пообщаться в скайпе. Если человек не реагирует, не хочет, отталкивается, ваша работа на этом закончена. Ни в коем случае мы никого не тянем за уши, никого не уговариваем, ни в коем случае никаким образом мы не напираем на человека. Наша работа, мы ее четко выполнили. Мы предоставили все, что нужно, человек сам принял решение. И когда вы уже приглашаете в скайп, и, конечно же, человек откликается, говорит, да, я прихожу к вам в скайп, мне нужно продолжить. Вот здесь уже мы говорим о том, что, расскажите, пожалуйста, что вас зацепило, что вас заинтересовало, что вызвало у вас, так скажем, какой-то интерес к моей информации, что вам понравилось. Мы не говорим о том, что вам не понравилось, что вы не поняли, или что вы там не допоняли. Мы говорим, акцентируем внимание на то, что вам понравилось, что вас заинтересовало и что вас затронуло вот в этой информации. Конечно же, после этого человек отвечает вам на открытые вопросы, которые вы даете, ставите перед ним. И после этого вы говорите, я вижу, что вы готовы ассортовать в нашем бизнесе. Вы готовы. Все, ваша миссия второй раз на этом закончилась, но вы уже довели человека практически до регистрации. Я немножко сейчас вам рассказываю стратегию, одну из стратегий, как вывести человека на регистрацию, на партнера. По сути, есть три стратегии. Мы их разбираем на штурме, мы их разбираем на обучение. И сегодня я хочу, чтобы вот наши партнеры, они тоже поделились своими какими-то методиками, рассказали. Смотрите, друзья, подытожу свое выступление, потому что у меня не получается коротко говорить, я все равно куда-то увлекаюсь и зацепляю какие-то другие темы. То есть, по сути, что мы должны делать? Мы должны выяснить, нужно ли человеку возможность получать доход. Мы даем информацию. После этого мы должны понимать, по закону больших чисел, что мы должны давать информацию как минимум от 50 до 100 человек в день. Если вы, друзья, обрабатываете мало контактов, то результат у вас будет такой же маленький, малюсенький. И после этого, естественно, вы ставите правильно свой разговор, вы правильно его выстраиваете. Об этом тоже мы проходим на обучении. Хочу сказать, друзья, что я давно знаю главное правило Бода Шефера, но недавно я увидела в чате, что партнеры скидывали ролик. И если кто-то не обратил на него внимания, обязательно, ребята, обратите на этот видеоролик внимание. О чем он говорит? Это очень короткий ролик. И говорит он о том, что у вас будет результат и будет у вас успех только тогда, когда у вас будет уверенность внутри себя. Вот когда вы будете уверены на 100, на 200% в том, что вы делаете, в том, где вы развиваетесь, в том, что вы предлагаете, вот тогда у вас будет обязательно результат. Почему? Потому что уверенность человека, она в первую очередь влияет на окружающих. Когда вы разговариваете с любым человеком, на что вы в первую очередь реагируете? Вы реагируете на то, с какой уверенностью человек с вами разговаривает. Если вы видите, что он вообще просто не сломаем, то есть у него стержень внутри, у него железо в голосе, вы видите, что это действительно человек, который знает, о чем он говорит, он уверен в этой информации. И он уверен не то, что на 100%, он даже знает, как это все применить. Естественно, вы сразу чувствуете, что к этому человеку расположение, вы чувствуете в нем профессионала. Так вот, друзья, если у кого-то нет вот этой внутренней уверенности в себе, внутренней убежденности, Бодо Шефер рекомендует ее воспитывать, потому что ее очень легко воспитать в себе. Для этого нужно сделать одно простое правило, одно простое практическое занятие или действие, это завести, друзья, журнал успеха. Вы заводите себе тетрадь, блокнот, неважно, и каждый день вы пишете туда, вписываете 5 вещей, которые вы сегодня сделали, 5 вещей успеха. Не важно, что это такое. Мы очень много, вот наши лидеры даже об этом наверняка уже говорили, как ставить цели, как ставить себе наши мечты, как прописывать задачи, вот эти вот все наши должны быть на бумаге, тогда они только работают. Но именно для того, чтобы воспитать уверенность в себе, можно использовать вот это простое правило. Журнал успеха. Я лично веду его в течение вот 10 уже месяцев, как я пришла в RedEx. 10 месяцев я каждый день прописываю себе в журнале успеха 5 пунктов, 5 успешных вещей, которые я выполнила за сегодняшний день. Причем это не может быть абсолютно не касаемо бизнеса. Это может быть вообще касаемо просто жизненных каких-то ситуаций. Возможно, я позвонила какому-то другу или подруге и просто подняла настроение, просто поговорила и отвлекла, и вывела на какое-то позитивное состояние. Возможно, я пошла в магазин и помогла там бабушке или дедушке там поднять сумку, донести сумку. Понимаете, это не важно. То есть, если вы сегодня сделали 5 каких-то полезностей, вы это все и вписываете. Сделали вы в бизнесе полезность для партнера, для команды, для себя, вы тоже это вписываете. И поверьте, когда вы это будете делать каждый день, на протяжении хотя бы 1-2 месяцев, вы почувствуете не только уверенность в себе, вы почувствуете то, что ваш бизнес действительно начинает преображаться и действительно приносить вам свои плоды. Потому что выработать в себе вот это вот терпение, постоянство, это тоже определенные навыки. Очень многие, почему... Вчера у нас была встреча с одной из команд, молодой совершенно командой, очень приятно мне было с ними пообщаться, познакомиться. И тоже были те же, такие же наболевшие вопросы. Почему не получается, почему новички, когда приходят, они горят, у них глаза искрятся, и всем кажется, и всем хочется, чтобы сразу все люди стали их партнерами. Не бывает такого друзья в жизни. Это таких чудес, бывают, скажем так, единицы, единичные случаи. Вот как раз таки на вот этом этапе, когда человек приходит с таким еще вот энергией, подъемом, ему хочется, чтобы сегодня же все стали его партнерами. Он 10 людям рассказал, друзьям, и все 10 должны стать. Но в итоге получают люди в основном нет, отказы, а кому-то крутят у виска, кому-то говорят, куда ты ввязался и так далее. Мы это все знаем, мы уже это все проходили. Я думаю, что вы все прекрасно знакомы, как это происходит на самом деле. И после этого что происходит? После этого происходит то, что человек потухает, паникает, у него пропадает интерес, у него пропадает настрой. Но именно на этом моменте нужно понять, что вот именно вот этот момент и нужно преодолеть. А преодолеть его очень просто. Берете каждый день и делаете, выполняете просто рутинную, монотонную работу. Даем информацию. Просто мы продолжаем ее давать. И мы ее продолжаем давать не в том количестве, в котором мы ее давали, а мы увеличиваем свое количество. Поверьте, что когда вы начинаете это делать с двойной силой, с тройной силой, вы не 30 контактов уже сегодня обработали, 50, а послезавтра вы обработали 60, через неделю вы уже, так скажем, наверстываете, вы уже можете 100 контактов обработать. И вот этот снежный ком начинает вам давать плоды, давать вам результаты. Вот этот вот промежуток, есть очень классные ролики, ребят, мы постоянно скидываем в чате, а есть очень классные ролики, как пережить именно вот этот вот сложный промежуток. Когда вам хочется получить результат, вы его не получили, и что же делать дальше? Вы начинаете потухать. Вот как раз-таки после вот этого момента, просто-напросто начинаете выполнять ту рутинную работу, которую мы должны, собственно говоря, каждый день и выполнять. Мы просто даем, друзья, людям информацию. Люди сами принимают решения. Затем только мы начинаем помогать людям стартовать в нашем бизнесе. Никто никогда, никто никогда не сможет за кого-то принять решение. Вот в этом работа сетевика и заключается. В монотонности, даже, можно сказать, в какой-то нудности, да, она нам надоедает, но тем не менее, если, я говорю так, что если вы не хотите работать мышкой, двумя пальцами, то значит, что вам нужно сделать? Вам нужно закрыть свой компьютер, идти на землю, становиться за прилавок или брать лопату и работать на земле. Я лично предпочитаю работать мышкой. Работать мышкой, и мне это нравится. Я получаю удовольствие от своей работы. Почему? Потому что это новые контакты каждый день, это новые люди, это новые знакомства, это новый обмен информацией. Если вы будете подходить к этому как просто к дружескому разговору, а не так, что, так, мне звонят, мне нужно сейчас сделать все, чтобы он стал моим партнером. Не надо так подходить к работе, друзья. Вы просто общайтесь, общайтесь с чистым сердцем, просто с хорошими благородными побуждениями, дружеским намерением, просто как со своим другом. Вот сейчас буквально перед встречей, перед нашей, мне позвонил человек, я его добавила в друзья в одноклассниках, ему просто написала, что я рада буду видеть вас в числе своих друзей, я хотела бы с вами познакомиться поближе, пообщаться, я вижу, что вы развиваете бизнес. Человек охотно откликнулся, сам добавился в скайп, и тут же мне позвонил, ну не тут же, а на следующий день, вчера я его добавила, сегодня он мне сам позвонил. И он меня пригласил, друзья, в компанию, пригласил, вернее, на вебинар, компанию G-Time, я думаю, что вы тоже все ее знаете. Я сказала, что вы знаете, я сегодня сама провожу презентацию, поэтому я никак не смогу быть, но я знакома с бизнесом данной компании. Мы с ним стали просто общаться, просто разговаривать, вообще даже не касаемо вопросов бизнеса, просто кто как в интернете, какой опыт, чем вы занимаетесь вообще в жизни на земле, где вы живете, вот с этого, с таких простых вопросов начался наш диалог. И, конечно же, когда мы просто поговорили, познакомились, я сказала, что я знакома с компанией G-Time, с маркетингом, прекрасно его знаю, я спросила, сколько человек в этом бизнесе, он мне ответил, что 2 года, я говорю, здорово, за 2 года у вас должна быть уже команда, у вас уже должен быть какой-то доход, за 2 года можно выйти на очень хорошие доходы. После этого, понимаете, слово за слово завязался диалог, и в итоге человек стал получать уже информацию обо мне, о моей компании, о нашем бизнесе. Мы просто поговорили, мы просто обменялись, в итоге я ему отправила видеоролик Германа Грефа о биткоинах, я говорю, просто посмотрите, я ни в коем случае не хочу вас там спамить или отсылать информацию о компании, но тем не менее человек принял от меня вот такой вот подарок в виде видеоролика про биткоины, про криптовалюту, чтобы он был хотя бы в курсе, что происходит, потому что не все сегодня знают, что такое криптовалюта. Мы с ним расстались на очень хороших дружеских, так скажем, волнах, да, на нотках, и вполне возможно, что мы будем также общаться в дальнейшем, и кто знает, станет ли этот человек дальнейшим моим партнером. Никогда не ставьте перед собой задачу общаться и тут же получить партнера. Нет, ваша задача подружиться с людьми, ваша задача расположить их к себе, потому что когда только вы получите вот таких вот друзей, потом только вы можете уже им давать информацию, потом вы можете их приглашать на какие-то вебинары. Просто забывайте, ребята, уже об вот этих методах, когда вы при первой встрече, при первом каком-то контакте хотите дать максимум море, да, всего море видеороликов, море текста, не нужно этого ни в коем случае делать. Уже давно поняли все, что эти методики, они не работают. Ну что ж, ребят, если есть вопросы именно ко мне, я хочу, чтобы, ну, я с удовольствием вам отвечу на эти вопросы. Если вопросов именно ко мне нет, тогда я сейчас начну предоставлять слово нашим новым лидерам, нашим новым партнерам. И если есть новички, как, Женя, как поэтапно вы работаете в сетях? Зашли, проверили сообщения, ответили, а дальше? Смотрите, Надежда, нет, конечно же, есть у нас стратегии работы в социальных сетях. Мы их разбираем на всех занятиях по штурму, по одноклассникам, по ВК, по Фейсбуку, по Ютуб-каналу. То есть мы не делаем никаких непоследовательных действий ни в коем случае. Есть четкий алгоритм. Вы пришли в социальную сеть, и вы прекрасно знаете и понимаете, что вам здесь нужно делать. И работа в социальных сетях, она зиждется, так скажем, на основных китах. Первое, мы должны создать трафик, то есть у нас наша страница должна постоянно пополняться новыми людьми, новыми друзьями. Если вы не будете ежедневно добавлять к себе новых друзей, у вас не будет на страничке движения, у вас не будет вот этого потока, которому вы впоследствии даете информацию. Мы все время, каждый день создаем трафик, мы для себя выбираем целевую аудиторию. Опять же, никакой хаотичности не должно быть, только последовательные действия. Вы выбрали, какая для вас целевая аудитория, вы идете именно в этом направлении, каждый день приглашаете к себе друзей. А затем у нас есть замечательная стратегия, стратегия контактов, трех касаний, трех контактов. То есть мы ни в коем случае ни с кого не спамим, мы ни в коем случае не шлем никаких огромных текстов, как многие люди делают, да, хотя я не понимаю, на кого это рассчитано. Никто никогда не читает эти тексты, вы просто тратите свое драгоценное, драгоценнейшее время. Друзья, делайте так, чтобы каждое ваше действие было максимально полезно, было максимально конвертируемо. Не нужно делать никаких непоследовательных и лишних движений. Ни в коем случае никогда в социальных сетях не делайте никакие переписки. Если вы задали человеку вопрос, он вам дал ответ. Если он вам задал вопрос, вы даете короткий ответ. Если у вас спросили, что за бизнес, ни в коем случае не нужно расписывать. Вот такие вот простыни, чуть ли там не с оправданиями, да вот мой бизнес такой, вход такой, выход такой, по площадкам начинают расписывать, ни в коем случае. Если у вас спросили конкретно какой-то вопрос, вы конкретно одной фразой должны ответить. Если это человеку интересно, он еще раз у вас о чем-то спросит. Если, опять же, ему интересно, он пойдет к вам в скайп. Но если вам задали вопрос, а вы скидываете на человека гору, просто гору информации, поверьте, вы сделали работу напрасно, вы человека потеряли, он никогда больше к вам не обратится. Он, во-первых, испугается, потому что не все у нас приходят люди в интернет, уже такие супер-мега подготовленные, супер-мега грамотные. А многие люди, они вообще приходят, они новички, они не знают даже, что тут делать, как здесь вообще люди зарабатывают, а еще и многие не верят плюс к этому. Поэтому наша задача в любом случае человека выводить на скайп, на живой контакт. Все, я пригласила человека в друзья, я захожу через какое-то время, потому что каждое наше действие, они должны быть, так скажем, чередоваться перерывами. И я задаю просто ему вопрос сразу же, когда он добавился, я одобряю, благодарю, подарю какую-либо там картиночку, да, ну, с благодарностью. И я просто задаю вопрос первый, могу ли я к вам вообще обратиться? У меня есть к вам вопросы. Вы позволите к вам обратиться? Ребят, эти все стратегии мы проходим. Конечно же, любой человек пишет, да, конечно, обращайтесь, вы же ничего не сделали плохого, ничего не сделали дурного, вы не заспамили, вы просто человека поприветствовали, и вы спросили вообще разрешение, можете ли вы с ним каким-то образом вступать в диалог. Конечно, он отвечает, да, задавайте. И вот на втором этапе вы всегда выясняете, интересно ли вообще человеку в интернете сегодня зарабатывать, нужно ли вообще ему это, интересно ли ему эта тема, актуальна ли она для него. Если он вам говорит, да, мне деньги нужны, да, мне очень многие так и пишут, тема заработка для меня очень интересна, расскажите, поделитесь. Вот после этого уже я приглашаю человека, ну, как бы я даю несколько вариантов, каким образом он может ознакомиться с информацией. Но никогда не скидываю в личной переписке никаких видеороликов. Ну, я могу, конечно, отправить один какой-то видеоролик, какой-то конкретный, да, смотря как у нас выстраивается диалог. Но задача наша не скидывать здесь, прям в социальных сетях личной переписки, какую-то информацию. Наша задача, человека в любом случае вывести на живой контакт, на скайп. Поэтому я предлагаю сразу несколько вариантов. Естественно, я предлагаю посетить вебинар, я предлагаю, чтобы он мне прислал электронную почту, потому что здесь я не буду скидывать никакой информации. Я приглашаю человека в скайп, я приглашаю человека на ежедневные информационные встречи, и уже последний вариант, я предлагаю человека ознакомиться с видео. Предоставьте человеку право выбора. Не будьте, так скажем, такими, ну, скажем, категоричными, что вот только скайп и все. Нет. Возможно, человек со второго, со третьего, с третьего только раза будет готов выйти на живой разговор. Мы, ребят, поймите один момент, что большая часть людей, они даже не пользуются скайпом. Это очень маленький процент людей, которые пользуются скайпами. А большинство людей, которые только приходят в интернет, они еще не умеют, они не владеют. Наша задача научить вот этому действию. И, конечно же, после этого, когда я уже человеку дала информацию, я всегда к нему обращаюсь, что если вы посмотрели мою информацию, какие, допустим, что вам понравилось, что вас заинтересовало, посетили ли вы встречу или посмотрели ли вы видео. Вот после этого, друзья, мы конвертируем человека в скайп, и, соответственно, здесь уже мы задаем открытые вопросы, мы получаем несколько «да». Опять же, есть техники, которые мы проходим, и после этого мы уже из человека делаем партнера, нашего партнера, и начинаем работать как с новичком. Так, что скидывайте на электронную почту, друзья, первое, что у вас должно быть, это, конечно же, блок как минимум из трех пунктов. Из трех пунктов. Первый пункт – это обязательно ваша видеовизитка. На каждом занятии я всегда говорю, что снимите свою видеовизитку. Если у вас не будет видеовизитки, это сразу минус 50% конверсии. Вот как только вы дадите человеку свою видеовизитку, как только он увидит вас живого, услышит ваш голос, возможно, вы ему не понравитесь. Это тоже нормально, и он не будет дальше смотреть информацию. А благодаря видеовизитке вы можете сразу человека расположить к себе. Первое – это обязательно ваша видеовизитка. Второе – это обязательно ваш видеоролик, почему вы именно пришли в эту компанию, что именно вас затронуло и зацепило, почему именно вы пришли развиваться вот сюда, не в какую-то другую компанию, а именно в компанию Redux. Выделите самые основные, потому что вы, по сути, такой же простой человек, как все вокруг нас. И все простые люди у нас у всех с вами одинаковые проблемы, одинаковые боли. Нам каждому из нас нужно что? Нам нужны деньги, нам нужно оплачивать обучение детям, нам нужно покупать себе мебель, допустим, нам нужно сделать ремонт, нам нужно поехать в отпуск, нам нужно помочь родителям, нам нужно приобрести жилье, погасить кредиты. Понимаете, у всех людей одни и те же боли. И когда вы говорите, что я такой же простой человек, как и вы, какие я свои проблемы хочу решить, или уже решил, вы сразу получаете расположение к себе. Потому что человек понимает, слушай, но она такая же девчонка там, да, или мальчишка, такая же, как я. Она тоже вот говорит, что она пришла там, ничего не знала, не умела, посмотри, что она за месяц сделала. Понимаете, вот сразу вы повышаете, во-первых, свою планку в глазах других людей, во-вторых, сразу авторитетность, а во-вторых, сразу человек понимает, что если получилось у вас, у вас такие же руки, такие же ноги, такая же голова, почему не получится, собственно говоря, у меня. Я лично первый раз пришла в бизнес, только вот по этой причине. Я когда увидела рекламу девочки, это не касается компании Redox, это было 2 года, 10 месяцев назад, компания товарного маркетинга, я увидела, что обычная девчонка стоит там с чеком, да, с деньгами, с ребеночком на руках, и я такая думаю себе, слушай, ну вот эта девочка молоденькая, такая симпатичная, хорошая девочка, она смогла, а я что, хуже? Да я не хуже, я лучше в тысячу раз, и я сделаю результат лучше, чем у нее в тысячу раз. Вот так вот вы себя начинаете воспитывать. Вы не говорите себе, что нет, у меня не получится, у нее получилось, а у нее нет. Вы скажите себе, а у меня получится еще лучше, в 100, в тысячу раз лучше, и я сделаю результат, и соберу команду больше, и научу новичков больше. Вот с таким подходом нужно начинать любой бизнес. Да, ролик о себе любимом, видео-визитка, второе видео, почему именно я пришла в компанию Redox, третье, вы отправляете короткий видеоролик о компании, есть очень много, их у нас, ребят, уже очень много, классные короткие видеоролики, причем хорошо очень снятые, и четвертое, вы можете, четвертое, вы отправляете о продуктах компании Redox, и пятое, вы обязательно отправляете видео о криптовалюте. Такое интересное видео, вот я, например, выбрала, мне понравился очень видеоролик, где сначала выступает Герман Греф, потом идет мультфильм про биткоин, и потом опять выступает Герман Греф. То есть, как бы в одном видеоролике собрано и такой вот и юмор, и серьезность, и живой человек, и мультфильм, и информация, и как бы и музыка, и все, понимаете, все в совокупности. Вот этих пять элементов, если вы отправляете человеку, этого вполне достаточно для ознакомления первый раз с информацией. Больше даже не нужно, не нужно, так скажем, конечно, вам будет хотеться и презентацию часовую отправить, и что-то еще, поверьте, не будут часовую презентацию люди смотреть. Первая ваша информация, она должна человека просто заинтересовать, она должна вызвать у него интерес, и когда он скажет, ну да, мне интересно, мне понравилось там вот это, вот это, после этого только вы можете давать часовую презентацию, либо пригласить на презентацию, которая длится час, потому что не каждый выдержит сразу, сразу смотреть видео длительностью в час, да никто и не будет с первого раза. Если у меня не возникло интереса, я никогда не буду смотреть часовое видео, вот если я заинтересовалась, слушай, ну тут что-то есть, да, мне надо там подробнее покопаться, поинтересоваться, вот тогда я буду, да, сидеть и разбираться, а по-другому нет, по-другому, извините, время дорого, у меня все расписано, я не могу отвлекаться на какие-то дополнительные видео, и смотрите, когда меня приглашают сразу на презентацию, вот такая вот, есть такой момент очень важный, если вы познакомились в социальных сетях, подружились, вы стали друзьями, и вам, вас сразу приглашают, там заходи на столько-то, на столько-то, сейчас начинается вебинар, вы даже еще не разговаривали с человеком, вы вообще еще не понимаете, да, о чем речь, а вас сразу раз и на вебинар, вы же прекрасно понимаете, что это час времени, я всегда пишу так, вы знаете, что предварительно перед тем, как рассматривать какую-то информацию, я всегда общаюсь голосом, и у меня к вам есть несколько вопросов, если вы готовы, пожалуйста, я приглашаю вас на скайп, я никогда не пойду ни на какой вебинар, если я не пообщалась с человеком, если я не выяснила то, что интересно мне, если я не заинтересовалась, зачем мне это нужно, у меня и так хватает работы, у меня и так хватает чем заняться, и тратить просто свое дорогое время, я никогда не буду, если у меня нет вообще вот этого интереса, то же самое произошло и сегодня, то есть человек меня пригласил, я говорю, я не могу, я сама провожу вебинар, я бы хотела предварительно с вами пообщаться, мы пообщались, и я прекрасно выяснила, что мне его вебинар не нужен, а вот ему мой вебинар будет в ближайшее время нужен, я в этом уверена, потому что, судя по тому тембру голоса и под тем вопросом, как у нас прошел разговор, я поняла, что у человека возник интерес, естественно, чтобы сейчас на него не наседать, не напирать, я его потихонечку буду, так скажем, утеплять отношения, и потом я его, естественно, приглашу на какую-то презентацию, ну что ж, друзья, еще если есть вопросы, пожалуйста, пишите, если вопросов нет, тогда я сейчас хочу предоставить слово нашему лидеру, молодому лидеру, очень замечательному, активному человеку, Наталье Лукшина, именно в соцсетях, если просит именно здесь инфу, что скидывайте, в соцсетях ничего не скидывайте, не рискуйте своими страничками, друзья, не стоит рисковать своими страничками, потому что вы скинете информацию, человек, возможно, даже ее не посмотрит, а вашу страницу заблокирует, потому что одноклассники ВК к ссылкам относятся очень категорично, поэтому я не рекомендую вам рисковать вашим трудом ради только того, чтобы угодить этому человеку, нет, вы ставьте себя в позицию такого, что если тебе нужно, я тебе подарю этот шанс, а если тебе не нужно, извини, у меня есть другие люди, которым я должна дать информацию, никогда не будьте перед человеком в позу просящего, никогда ни перед кем не становитесь в такую позу, вы поймите одно, что вы в этом бизнесе уже, и вы этот бизнес просто дарите, и вы сами решите, кому сделать вот такой шикарный подарок, а хочешь, пожалуйста, дай почту, зайди в скайп, зайди на вебинар, я тебе предоставлю информацию, я тебя ознакомлю, я тебе помогу, научу, я тебя проведу, не хочешь, я не буду делать тех действий, которые каким-то образом могут мне навредить, вот занимайте вот эту позицию, что вы на высоте, вы, так скажем, вы уже здесь, вы уже здесь, и вы в выигрыше, всегда, в любом случае, люди еще по ту сторону, кто-то еще не знает об этом бизнесе, кто-то еще думает о нем, кто-то в нем разбирается, а вы уже тот человек, который может подарить ему возможность стать финансово свободным, вот это вот должна быть у вас вот здесь, внутри, вот такая позиция, по-другому, друзья, у вас не получится, и не получите вы уверенности в себе, и естественно, ваши результаты будут очень слабые и низкие, любое действие должно быть полезным, любое действие должно быть максимально конвертируем, никаких хаотичных и ненужных, ненужных каких-то движений, никогда не делайте, никогда ни перед кем не оправдывайтесь, не становитесь в позицию просящего, будьте всегда в позиции лидера, на высоте, и так скажем, что вы только решаете, кому подарить вот этот вот подарок компании Redox.